Добрый день дорогие друзья! Мы на площадке Первый караван, меня зовут Валентин и сегодня у нас на обзоре большой двухосный прицеп SWIFT CONCORR 610 LUX 2002 года выпуска. Что можно в двух словах сказать об этом прицепе? Когда-то этот прицеп считался люксовой моделью. В чем это выражается? Это в первую очередь выражается в его планировке и в его наполнении. Очень много мест для хранения, много вариаций для спальных мест, но это мы уже увидим внутри. А сейчас мы пройдемся по внешней оболочке прицепа. Спереди у нас все стандартно для английских прицепов, три окна, двойные стеклопакеты, каждый открывается отдельно. Спереди у нас находится место для хранения газовых баллонов и для запаски. Не пугайтесь, запасочка просто сейчас лежит внутри, он так к нам пришел, но она ставится здесь. Здесь у нас прицепное устройство, стояночный тормоз, колесо для лифтования прицепа и две розетки по 7 пин. Одна для зарядки аккумулятора и освещения, а одна для подключения габаритов автомобиля. Пойдемте в круговую, начнем с правой стороны прицепа. Здесь у нас тоже все как обычно стандартненько. Здесь у нас находится подключение водяного насоса для закачки, выхлоп газового бойлера Трума, рундук для хранения аккумулятора, его в комплекте, к сожалению, не было, и подключение гнезда 220 вольт, трехконтактный. Большое окно в передней части прицепа. И здесь у нас бак для залива верхней жидкости для слива туалета и хранение кассеты биотуалета на 20 литров. Здесь у нас такое затонированное окно. Это окно в туалетной комнате, собственно, поэтому оно у нас затонировано. И также такое же окно, только уже в задней части прицепа во второй зоне. Пойдемте дальше. Большое, почти панорамное окно во второй зоне прицепа позволяет второй зоне быть, как сказать, более светлой. И две лапы для упора прицепа. И что у нас осталось? У нас осталась левая сторона. Собственно, здесь у нас также окошко для второй зоны отдыха. Входная группа. Выхлоп от холодильника на вдув и на выдув. Окошечко в кухонной зоне. И окошко в передней зоне. Здесь у нас находится небольшой рундук. Он сейчас закрыт. Но если хотите, я потом вам открою, и вы посмотрите все. А теперь войдем, посмотрим, оценим его, вот эту так называемую люксовость. Идемте внутрь, там все самое интересное. Итак, мы находимся с вами внутри прицепа. И можем по достоинству оценить, в чем же заключается вот эта вот исключительная планировка прицепа. Ну, начнем по порядку. Первая спальная зона. Она может быть вот в таком статичном состоянии. Два диванчика. Либо может трансформироваться в одну большую кровать. Благодаря вот такой вот ламели, которая вытягивается и полностью убирается туда вот внутрь. Снизу у нас находятся рундуки с местами хранения. Доступ к ним есть вот отсюда. То есть, подо мной. Либо, если приподнять вот эти вот диванчики. У нас здесь есть еще один вот такой вот один отсек. И здесь находится бак для чистой воды. Закачивать его можно с помощью насоса. То есть, насос, он может использоваться в двух режимах. Первый, это закачка сразу просто в систему водоснабжения. Либо уже отдельно в бак. И из бака по общей системе водоснабжения. Это мы объясним вам, когда вы будете рассчитываться. Когда будет проводиться демонстрация. То есть, вы получите полный инструктаж. И также в этой зоне есть тумба. Тоже стандартная. Она превращается вот в такой вот кофейный столик. Используется для каких-то чаепитий или приема пищи. Также в этой зоне у нас находятся места для хранения вещей. Это вот ящички по верхней части. Ну и люк 90 на 45 сантиметров панорамный. Который открывается на режим проветривания. Теперь давайте перейдем плавненько к вот этой вот зоне. Это зона для хранения вещей. Оцените какой большой шкаф здесь. Вот сейчас у нас здесь лежат всякие мелочи. Это вот часть дивана в конце комнаты. Если честно, я думаю здесь можно сделать еще одно спальное место. Для детей. Ну или для подсобных рабочих. Для прислуги. Ну это все шутки. И с этой стороны у нас находится вот место для хранения выносных столов. Здесь их кстати между прочим два. Один в одной зоне, один в другой. И пакетник с управлением электроники и с предохранителями. Вот. Еще в этой части прицепа у нас находится вот несколько таких вот тумб. То есть оцените да сколько здесь именно вот различных мест. И отопление от рума здесь же под шкафом. Часто это бывает. Она работает от газа и от электричества. Ну с помощью раздува вот такого вот. Сейчас у нас как раз включено раздувие. Сейчас я выключил. Давайте перейдем плавненько к кухонной зоне. Кухонная зона вот такая вот длинная столешница. Состоит у нас из четырехкомфорочной плиты. Вот. Гриля. И духовки. Также есть ящички для хранения посуды. Просто ящик. Еще один такой. Возможно нужно использовать для хранения вилок и ложек. Сверху у нас вот такое вот место. Место под микроволновую печь. Здесь даже есть вырезы. Самой микроволновки к сожалению в комплекте не было. Но вы всегда можете поставить любую устраивающую вас модель. И за ним еще находится вот такой вот барный небольшой стеллаж. Так скажем. Здесь уже сделаны места под стаканы, под рюмки. Ну и вот прочие принадлежности для барной комнаты. Здесь у нас ящики для хранения посудной кухонной утвари. Здесь вот есть такие стоечки для того, чтобы посуда сушилась. И непосредственно находится сама раковина. Вот она такая вот эмалированная с подъемным смесителем. Ну и самая главная часть наверное в кухонной зоне это холодильник. Холодильник на 80 литров с верхней морозильной камерой. Работает от газа, от электричества. Ну в целом все стандартно. Также в кухонной зоне у нас вот есть такой вот вентилятор. Он работает у нас на вдув и на выдув. Предназначен он вот видите он стоит непосредственно и близости к комфоркам. Соответственно он имеет назначение вытяжки в этом прицепе. Ну и находится такой вот небольшой люк того же размера что и вентилятор. 40 на 40 сантиметров закладные. Ну в целом по кухонной зоне это все. Здесь у нас еще находится такое зеркало с логотипом SWIFT. И дальше плавно мы переходим в туалетную комнату. Вот мы с вами переходим в туалетную комнату. Вот посмотрите здесь у нас поворотный кассетный биотуалет Тетфорд с индикатором заполнения. То есть когда лампочка загорится вы поймете что туалет наполнен и пора его упражнять. Здесь у нас раковина с зеркалом с таким немножко подзапотевшим. И такой вот отсек для хранения туалетных принадлежностей. И по левую руку мы с вами видим отдельную душевую кабину. Вот здесь у нас находится смеситель. И стойка для шторки. И сверху также люк 40 на 40 сантиметров. Один в душевой кабине и один непосредственно в кухонной зоне. А вот еще я наткнулся. Здесь у нас такой вот находится ящик тоже для туалетных принадлежностей. Но в целом про туалетную комнату рассказывать больше нечего. Кроме того что здесь довольно много места. Ну и в целом здесь очень комфортно чувствовать себя. За холодильником у нас находится еще одна секция для хранения разной утвари. Это вот такой вот полноценный шкафчик. То есть сюда можно положить какие-то кастрюли. И вот такой вот выдвижной. Он все-таки служит для хранения ложек, вилок, столовых принадлежностей. А не те тумбочки, как я говорил ранее. Ну и в целом по кухонной зоне это все. Мы плавно перешли к входной. Здесь у нас на входной в двух словах панель управления, индикатор заряда батареи, включение 12 вольт и полного освещения, включение насоса и включение штатной батареи. Ну и мы с вами перешли к конечной части прицепа. Это вторая зона отдыха. Прицеп я напоминаю он двухзонный. Поэтому все что мы с вами увидели посередине это места для хранения, кухонная зона, туалет. Но именно жилых зон это одна вот в носовой части, да, как мы о вам говорили, и одна вот здесь. Тоже имеет несколько режимов, как скажем, трансформации. Вот это вот мы начнем с этого. Это полноценное спальное место. Здесь идет, в комплекте был этот матрас, поэтому в принципе вы можете на него лечь. И это будет как французская кровать размером метр пятьдесят на метр девяносто пять. И кому удобно, тот может оставить ее в таком положении и не разбирать совсем. Если вам нужна периодическая обеденная зона, использовать переднее место. Сейчас мы с вами еще разберем и покажем, как выглядит эта зона в других конфигурациях. Итак, вот так у нас выглядит спальная зона. Сюда еще, вот видите, есть вход для ножки. Соответственно, сюда можно поставить столик. И вот так вот выглядит Г-образный диван. То есть, когда здесь стоит столик, вы можете расположиться и использовать так же, как и переднюю зону, как зону отдыха. Как обеденную, ну, либо просто как такую небольшую кровать. То есть, именно для такого периодического дневного сна, можно так сказать. Здесь у нас еще спрятаны вот такие вот небольшие, большой ящичек. И вот здесь вот тоже зона для хранения каких-то вещей. В этой части у нас еще находится розетка и выход под телевидение, под ТВ-антенну 12-ти вольтовая. Ну, вот это вот одна зона. Есть еще одна конфигурация. Это конфигурация вместе с детской кроватью. Давайте сейчас по-быстрому разберем ее тоже. И вот так вот выглядит эта зона, если вы разложили детское место. Вот это место, оно выдерживает либо 55, либо 77 килограмм. Это мы с вами сможем уточнить, когда вы будете покупать прицеп. Всю информацию мы вам предоставим. Еще в этой зоне есть несколько отсеков для хранения вещей. Во-первых, это вот нижние ящики, да, вот такое вот под диванами место. Такой небольшой декоративный ящичек, уже несмотря на эти. И вот есть, так же как по всему периметру прицепа, вот такие вот ящички для хранения вещей именно. То есть по всему, по всему периметру. Находится здесь также люк для проветривания, да, 40 на 40 сантиметров. И самое главное, да, то что я уже повторяюсь, возможно, это дверь, которая отделяет эту комнату от остальной зоны прицепа. Это помогает прочувствовать всю двухкомнатность данного прицепа. И визуально, и ментально, скажем так, да, отделиться от отдыхающих в передней части прицепа. И подводя итоги, что можно сказать об этом прицепе? Повторюсь, когда-то этот прицеп считался в классе люкс. Если вы заметили, да, много мест хранения, большой шкаф, несколько конфигураций спальных мест. Все это говорит о том, что некогда этот прицеп был очень дорогим. Поэтому сегодня это недорогой старенький прицеп, но тем не менее он в очень хорошем состоянии. Ждет, когда вы приедете за ним на площадку 1-й караван Янина 1, шоссе на 50А. Ждем вас, подписывайтесь на канал. Всего хорошего!